С сегодняшнего дня пригородные поезда будут останавливаться на станции Мострюкова. Остановка появится в маршруте электропоезда с общением «Самара-Жигуревское море». Согласно расписанию, поезд отправляется из Самары в 17.15 и прибывает на конечную станцию в 19.20. На станции Мострюкова состав будет 18.50. Станция расположена между платформой 141-й километр и платформой имени Валерия Грушина. Самарцы в ходе опроса поделились своими представлениями об идеальной работе. В топе характеристик удачного трудоустройства, достойная оплата, об этом заявили 72% опрошенных и положительные эмоции. Против постоянного стресса высказались тоже 72% респондентов. За уважительное отношение начальства к работникам 61% опрошенных. Баланс личной жизни и работы важен для 53%, а отсутствие задержек зарплаты волнует 43% самарцев. Для 33% идеальная работа должна вписываться в образ жизни человека. Армянская община Самары отметила Международный день родного языка. В концертную программу включили стихи и песни на армянском языке, народные танцы и гру на дудуке. Зрители также познакомили с историей армянского алфавита. Подробности в программе события на телеканале Самара ГИС. 25 февраля Крылья Советов сыграли в нищу с Химками в заключительном матче на тренировочном сборе в Турции 1-1. Единственный гол от самарской команды на счету Франко Ароско уточнили в пресс-службе. Сбор завершится 28 февраля. 1 марта Крылья сыграют с Ростовом. В Самарской области 25 февраля на регулируемом железнодорожном переезде у поселка Маяк в районе Новокуйбышевска легковой автомобиль попал под товарный поезд. При столкновении машины с составом на месте погибла 54-летняя женщина. Водитель Лада Калина сообщили в госавтоинспекции региона. В Самарской области задержался сибирский антициклон с малообдачной погодой и экстремально низкими температурами в ночное время. Днем тоже довольно прохладно, что совсем не соответствует ожиданиям накануне весны. Морозно будет, по прогнозам синоптиков, до конца рабочей недели. Основатель группы «Нана» Барри Алибасов находится в реанимации. До госпитализации он жаловался на головную боль в течение недели. Врачи связывают это с последствиями ранее перенесенного инсульта. Продюсеру и музыканту 76 лет. В момент госпитализации у артиста наблюдалось нарушение речи.